Можно попробовать понять, почему это лучше. Вообще, лучше всего, конечно, запустить компьютерную программу. Но если бы у вас было какое-то свободное время, то это было бы отличный досуг. Взять программу, которая идет в цикле по n, больше либо равном s, и выбирать максимальное значение вот этого выражения. Ну, я не думаю, что это очень сложная программа. Ну, эту же формулу забить в некий цикл. И выбрать максимум из этих значений, да? Все понимают, как это реализовать, да? Да. Ну, я скажу так. Я думаю, что при s, равном 10, уже получится улучшение по сравнению с тем, что у нас было. Значит, у нас с вами была оценка какая? Ну, вы мне скажете, у нас с вами была оценка r от 10, 10. Больше, чем целая часть от 2 в степени 10 пополам, да? Вы мне так скажете? Да. Ну, действительно, 2 в 5 это 32. У нас получается оценка больше 32. Ну, это не совсем правильно. Это следствие из той оценки, которую мы получили. Помните, ведь было замечание еще, что это все можно умножить на s, на какие-то загадочные числа. 2,719. Тысяч. На самом деле, у нас была не вот эта такая неравенность, у нас был более точный результат. У нас было вот так. c из n по 10 умножить на 2 в степени 1 минус c из 10 по 2 меньше единицы. И мы просто тоже в цикле, в компьютерной программе, искали максимальное n, при котором это верно. И вот именно такое максимальное n, при котором это верно, служило нижней оценкой для r от s. Друзья, вот это вы понимаете? Да. Точно, да? Да. То есть нам нужно было найти максимальное n вот с этим условием, и r от s было больше, чем это максимальное n. Мы как следствие получили, что в качестве такого n за n можно взять вот столько. Но вообще говоря, можно взять и больше для конкретных s. Это просто было общее красивое следствие. А для конкретных, конечно, можно взять больше. Вот если s равно 10, можем мы с вами как друг ми сейчас прикинуть, какое надо взять n, чтобы это было меньше единицы максимально. Ха-ха, какой кошмар. Так, c из 10 по 2, знаете, сколько лет? Мы не прикинем. 45. Да, это 45, то есть это 2 в минус 44 степени. Надо написать 2, а c из n по 10 на 2 в минус 44 степени, да? Правильно? Нигде не ошибся. И вот хочется, чтобы это было меньше единицы. Ну и что то же самое, c из n по 10 меньше, чем 2 в 44. Честно говоря, последняя степень двойки, которую я помню наизусть, это 20. 1 миллион 48 тысяч 576. Вот, 44 это уже для меня не ошибся. Нам нужно, чтобы c из n по 10 на 2 в минус 44 было меньше единицы. Это, естественно, то же самое, что c из n по 10 меньше, чем 2 в 44. В уме посчитать не могу, имею на руках калькулятор. Вот калькулятор мне говорит, что 2 в 44 степени это что-то типа 1, сейчас перепишу, 7, 5, 9, 218, 604 умножить на 10 в 13 степени. Так, ну, если умножить на 10 в 1, то это 17 получится, на 10 в 2, 175, то есть вот постепенно точка перемещается, да? Значит, 10 в кубе вот здесь будет точка, в 4, здесь в 5, в 6, в 7, в 8, тут 9, да? Это умножить на 9. То есть вот это число и еще умножить на 10 в 4, правильно? Вот это число без точки умножить на 10 в 4. То есть можно написать вот так, листочки, 1, 7, 5, 9, 218, 604 и еще 4 нуля в конце. Вот вроде бы такое кошмарное число получилось. Ну, теперь, конечно, самое замечательное, это вот то, что надо на компьютере делать по-хорошему, это нужно попытаться подобрать максимальное n, при котором c из n по 10 все еще меньше. Я, конечно, очень боюсь, что я обсчитался, тут на калькуляторе вы прикинули, и вроде бы у нас получилось так, что если вместо n подставить сотню, то получается почти в точности это число, и действительно чуть меньше, а именно у нас получилось, что c из 100 по 10, это примерно 1, 731, я уже дальше писать не буду, на 10 в той же самой 13 степени. Можно уже дальше не разворачивать, видно, что это число чуть-чуть меньше чем. Но, взяв уже в качестве n 101, мы получили сильно больше, чем 1, 759. Из-за этого следует, что максимальное n, при котором это меньше, загадочным, забавным очень образом, вроде бы оказалось равным прямо в точности 100. Ну, 100 из 100. Значит, таким образом, конечно, оценка имеется не 32, а гораздо лучше, а именно 100. То есть мы доказали тем самым, с помощью калькулятора, что r1010 точно больше 100. Точно больше 100. Но это впечатляет результат, конечно. Я перепроверю. Ну, прямо вот мне обидно будет, аж пропадет, если это неправильно. Можно я еще раз перечеркать? 100 факториал поделить на 90 факториал на 10 факториал. То есть надо 91 на 92, на 93, на 94, на 95, на 106, на 97, на 98, на 99, на 100. И все это поделить на 96, на 98, на 99. 11731 на 1013. Ну, вроде правильно. Вот и точно получилось, да, что r1010 больше 100. И это первая теорема, которую мы с вами доказали. А r тоже предлагает вот такое неравенство. Давайте попробуем теперь понять, что в числовном отношении означает вот это неравенство, в коль 100 раз равняется 10. А, ну да, это будет 100 минус... Нет, это не будет 100 минус. 100 это... Сейчас, или будет 100 минус. А, будет 100 минус, да. Действительно, будет 100 минус. Правильно, 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 да. То есть, если вы в качестве r возьмете 100, то вы из 100 вычтите число, которое... Какое? Это отношение вот это, да? Оно меньше единицы. Да. Ну, это похуже оценка получится, потому что одно дело r от 1010 больше 100, а другое дело r от 1010 больше, чем 100 минус что-то меньше единицы. Одно дело r от 1010 строго больше 100, то есть оно никак не меньше, чем 101. То есть оно больше 100, то оно не меньше, чем 101, правильно? А если оно больше, чем 100 минус что-то меньше единицы, то это оно больше, чем 99, что-то, правильно? То есть оно никак не меньше, чем 100, это оценка хуже. Но что значит хуже? Это мы сюда подставили 100. А может, нам сюда подставить 101? Вдруг лучше будет. Давайте. Давайте я сразу подставлю не 101, а 1000, дорогие. Нет, 1000 это будет через чудо. Ну, а 110, например. Давайте я попробую сюда подставить 110. Можно? Импровизирую в какой-то степени. Я дома не успел ничего сочетать. Намашнее задание не сделал. Поэтому сейчас мы посмотрим. Ну, если повезем. Давайте подставлять 110. Значит, у нас получится, что R от 10, 10, R от 10, 10 больше строго, чем 110 минус C из 110 по 10 умножить на 2 в минус 44 степени. С этим, конечно, я думаю, все согласны. Мы просто поставили 110 сюда. Теперь нам нужно вычислить C из 110 по 10. Но это я прошу прощения, я буду делать все-таки на галикуляторах. Куда же мне деваться? Я жду в руки калькулятор. И перемножаем числа от 101 до 110. 101 на 102, на 103, на 104, на 105, на 106, на 107, на 108, на 109, на 110. И делю на 10 факториалов. То есть на 3 миллиона 628 тысяч 800. В результате чего получаю какую-то бяку, которую нам надо еще поделить на 2 в 44 степени. Сейчас мы это сделаем. Сейчас мы делим на 2. Потерял вот она в 44 степени. Получится. Очень миленькое число. Значит, вот это вот, товарищи, это 2, 6, 6, 5, 822, 0, 0, 2. И никаких вам 10 в тринадцатой. Вот этот вот результат, это просто 2 целых, ну и вот такие вот тысячные. Ну, там и так далее, конечно. Ну, он не пишет точек, калькулятор. Вот. Но посмотрите. Мы из 110 вычитаем число меньше тройки. Мы получаем, очевидно, больше, чем 107. Ну, значит, больше или равно 108? То есть заведомо уже мы знаем, за счет этого вычисления, что R от 10, 10 больше не выравняется, нежели 108. А вовсе не больше не выравняется 101, как мы это знали из предыдущего результата. Ну, это победа. Это победа. То есть, если я нигде не обсчитался, конечно, с этим калькулятором, то это совершенно фантастическая победа. Мы действительно продемонстрировали, что вот этот новый способ, который вот с вычитанием, да, с выкидыванием вершин, он работает лучше. Понятно почему, да? Да. Если действовать стандартно, то есть подыскивать такую омегу, на которой их сравняется нулю, то оценка R от 10, 10 получается только сотней. Да, ну там, 101. А если действовать с выкидыванием, то вот уже во всяком случае 108. Ну, понятно, что дальше можно считать дальше. Можно там 111 подставить, 112. Черт его знает. Может, там до 140 дойдет. Я не знаю. Но я знаю замечание. Опять такое, которое я не умею вам доказывать, потому что вы не знаете пока соответствующих объектов. Замечание такое. Если аккуратно выводить отсюда оценку, то есть максимизировать аналитически, не на калькуляторе, как мы это с вами делали, а с помощью математического анализа, максимизировать вот эту разность, то отсюда получится оценка вот такого вида. R от S, S больше или равняется 1 поделить на 2,719. Это E в смысле? Это E в смысле, да. Вот это в смысле E, которого вы тоже, по идее, не знаете, умножив на S, умножив на 2 в степени S пополам, естественно, предостаточно больших S. Предостаточно больших S. То есть если сравнивать вот этот результат, недоказанный, с тем другим результатом, который тоже назван замечанием и тоже недоказан, то давайте найдем одно отличие. Чем они отличаются? Ну, просто посмотрите на этот результат и на другое замечание. Вы же его записывали? Чем они внешне отличаются? Чем-нибудь отличаются? Однодетные есть и там, и там. С на 2 в степени S. А детям корень из 2? Совершенно верно, корня из 2 нету в знаменателе. Да. То есть при больших S разница между той оценкой, которая была в начале, и той оценкой, которая получается здесь, примерно в корень из 2 раз. Ну вот здесь мы пронаблюдали как минимум различие от 100 до 108, от 101 до 108. Ну а теоретически она должна дотянуться не до 108, а до 140. Ну потому что 100 умножить на корень из 2 это примерно 140, а 141. Понимаете? Да. Вот. Ну я не гарантирую, что при S равном 10 это получится, при достаточно больших же S. Если вы запустите на калькуляторе или на калькуляторе будете долго повыскивать максимальное N, то у вас все получится. Прямо в корень из 2 раз на отличие. Можно это пронаблюдать, вычисляя на машине. Ну такое смешение. Фтердор улучшил предшествующую оценку в корень из 2 раз. Вот такой вот красивый результат здесь получается. Но самое пафосное, самое пафосное в этой истории состоит в том, что самое лучшее вообще, что знает человечество к настоящему 2015 году, это замечание с номером 3. Оказывается, это уже не отсюда следует, это требует очень сложной вероятности техники, которую я вам здесь не расскажу. Но оказывается, что можно доказать вот такую оценку. Очень забавно. Еще в корень из 2 раз больше. И это уже рекорд. Вот это уже абсолютно рекорд. К настоящему времени. То есть реально люди не умеют получать в них оценки лучше, чем та, которую я сейчас написал. Иными словами, в каком-то смысле мы с вами, вот с 5-ти классниками, получили оценку, которая лишь в корень из 2 раз отличается от самой лучшей из известной. Мы разобрали во-первых очень красивую и вероятностную технику. Мы не просто сочетали математическое ожидание и сразу получили какой-то результат, а мы еще подправили, получили результат, выкидыванием вершины. Называется в науке метод альтернирования, метод малых вариаций. Подправить что-то. Немножко поправить, после того, как взяли случайность и получить итоговый результат. Но мы даже численно показали, что этот результат действительно лучше. Потому что иначе замечания звучали бы как-то очень сухо, а так вот у нас есть совершенно руками аккуратно полученный замечательный результат. Продолжение следует...